Неравнодушные горожане спасли жизнь человека. Мужчине стало плохо на улице. В Хандеге снимать наличные станет проще. На почте России установят терминалы. Филиалы Харсхала в районах республики. Благотворительный фонд увеличит социально значимые проекты. Это новости в прямом эфире в студии Юлия Великодная. В центре столицы республики скорая помощь спасла пожилого мужчину. Пенсионеру стало плохо у библиотеки Пушкина. Он упал в конвульсиях. Прохожие вызвали скорую. Медики успели спасти пенсионера. Ушел человек, престарелый, упал в судороги. Приехали обслуживающие сменители. А предположительно? Не знаю. Плохо стало человеку. Старенький деденький. Сейчас разговаривает, общается с меню. Пауче стало. Якутия не будет проводить реструктуризацию госдолга. Об этом сегодня на расширенном заседании Постоянного комитета по государственному строительству и законодательству сообщил министр финансов республики Валерий Жандоров. Он напомнил о решении президента страны Владимира Путина, которое он озвучил в сентябре минувшего года на заседании Расширенного совета о том, что у регионов с ноября 2018 года появится возможность реструктуризации бюджета. При этом президент подчеркнул, что решение об этом будет вносить для регионов добровольный характер. В случае участия в реструктуризации республика должна была принять жесткие условия, а именно строгое ограничение возможностей рыночных заимствований. То есть с 2018 года прирост объема рыночных обязательств не должен превышать 50% прироста налоговых и неналоговых доходов бюджетов в предстоящем периоде. Сокращение объема государственного долга вместо ограничения объема госдолга. Устанавливаются более жесткие показатели доли общего объема госдолга и доли рыночных обязательств налогов и неналоговых доходов, чем по ранее действующим соглашениям. К другим темам. Регулярная почтовая связь вот уже на протяжении почти трех столетий не утратила своей актуальности. Сегодня она предоставляет весь спектр почтовых и финансовых услуг. В почтовых отделениях Тампонского района обрабатываются до 5000 почтовые корреспонденции и посылок. Из них в поселке Хандыга около полутора тысяч. Почтовое отделение находится в небольшом приспособленном помещении в самом центре Хандыги. Уже с 8 утра посетители и так до 8 вечера. Люди жалуются, что зал маленький, а сидений мало. В смену работают два оператора, но один занимается обработкой входящей корреспонденции, второй непосредственно с клиентами. Поэтому очереди не редкость, особенно в дни выдачи пенсии. Как-то народу очень много собирается, тут очередь такая большая. В основном тут пенсионеры ходят, и надо, чтобы обслуживание было удобно, хорошо, стулья, побольше. Ну, зданий надо им. Хорошие здания. Наиболее популярные услуги – отправка денежных переводов, доставка пенсии и прием коммунальных платежей. Зарплата операторов – порядка 18 тысяч рублей. Хотя при выполнении плана они получают премию и проценты за реализацию товаров народного потребления. Проблемы с кадрами есть, но только в самом райцентре. Операторы не выдерживают очень большой нагрузки, объем работы очень большой, предоставление многих услуг. Поэтому у нас с кадрами немножко проблемы, конечно, есть. На данный момент у нас в штате три единицы операторов. Но они пока, слава богу, все у нас держатся. Коллектив молодой, я думаю, мы их удержим. В эти дни тампонцы с большим нетерпением ждут терминалов, которые будут установлены во всех отделениях. Конечно, много еще предстоит сделать, чтобы почта не только в райцентре, но и в селах развивалась. Необходимо создать условия и для клиентов, и для самих работников. Ведь, несмотря ни на что, основной костя коллектива сохранен, а это главное. Мария Винокурова, Нина Ханарова, Андрей Сокер, Хандега. В Якутии появится больше социально значимых проектов. Речь идет о предложениях для улучшения жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. Благотворительный фонд Харрисхал разрабатывает новый проект Харрисхал Плюс. Он подразумевает под собой открытие филиалов в районах республики. В эти дни в Якутске проходит семинар для специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Здесь они получают практический инструмент реализации социальных инициатив и организации социального проекта. На сегодняшний день в районах работают фонды, которые реализовали успешные проекты. Вообще наш фонд открылся только в прошлом году. За этот год у нас есть три направления работы. Это противоабортное направление за жизнь, это направление по работе с ребятишками тяжелобольными. То есть мы им помогаем выехать на реабилитацию лечения. И направление крылья здоровья. То есть в данном случае мы помогаем в том числе и беременным мамочкам, которые находятся в кризисной ситуации, чтобы их вывести на родовспоможение в город Якутск, Москву. Важное для всех автовладельцев решение принял Верховный суд. Он освободил от наказания хозяина машины на том основании, что в момент нарушения за рулем был другой человек. Как отмечает российская газета, практика Верховного суда по таким делам очень богата. И суть всех решений сводится к одному. Если доказано, что в момент совершения нарушения за рулем был другой человек, то собственник освобождается от ответственности. И тем не менее, хозяева машин, ниже стоящие суды, продолжают привлекать к ответственности. Запретить использование самодельных подогревов для двигателей автомобилей. Такую инициативу рассматривают власти мирного. Предложение поступило от самих жителей. По их мнению, устройства, которыми автолюбители подключают к домашней сети через форточки окон, небезопасны, а пользуются ими многие. Например, те, кто занимается в холода частным извозом. Но вопрос оказался неоднозначным. Моя коллега разбиралась в теме. Провод, тянущийся из окна квартиры под капот припаркованного авто. Такую картину можно увидеть едва ли не в каждом дворе мирного. Чтобы завести в мороз свой автомобиль, водители вынуждены идти на ухищрения. Одно из них – использовать обогреватели, работающие от домашней электросети. Но, по словам пожарных, эта затея может быть опасной. В 2016 году зарегистрировано 14 пожаров автомобилей. И три из которых произошли по вине вот этих обогревателей, которые были установлены в автомобиле. В 2017 году зарегистрировано 9 пожаров автомобилей, два из которых тоже самые из обогревателей. Запретить использование подобных самодельных автоподогревов. С такой инициативой к властям обратился один из жителей Алмазной столицы. Вопрос даже обсудили на публичных слушаниях в районной администрации. Подготовим людей к этой идее, к этой мысли, к этому запрету. Целенаправленные, видимо, допустим, с 1 сентября 2018 года. Я считаю, что у нас пройдет все более мягко, и автолюбители подготовятся к следующей зине уже так, как нужно. Да, если ты на автозаводе, как говорится, с розетки питался в декабре и феврале, А вот эти, не автономные, они подключаются к розетке, то есть на полтора киловатта. Если запрет на использование самодельного автоподогрева введут, водителям придется раскошелиться. Несложная математика. Снять гараж на месяц мирно можно примерно за 15 тысяч рублей. Покупка заводской автономной системы автоподогрева обойдется в 30. И это сумма без учета стоимости топлива для работы системы. А услуги такси за 30 дней по маршруту из дома на работу и обратно выйдут на сумму 6 тысяч рублей. Суммы немаленькие, да и сами водители пока не готовы отказываться от самодельных обогревателей. И к возможному запрету относятся отрицательно. Лично я бы не поддерживал. Почему? Потому что такой мороз у нас, сами вы знаете, не у всех, когда же доступны. Плохо, конечно. Почему? Ну, потому что в наших условиях как по-другому-то. Сейчас городские власти проводят опрос населения, чтобы детально узнать мнение жителей. По его результатам и примут окончательное решение. А пока водители продолжают пользоваться системами автоподогрева от сети или покупают их дорогостоящие заводские аналоги. Мария Урцева, Артур Голиков, Алексей Меркулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Сегодня день родного языка и письменности. Он отмечается ежегодно. 13 февраля и был установлен указом президента республики в 1996 году. Целью является содействие развитию родного языка и письменности народов Саха и других коренных народов региона. А также для увековечивания памяти Семена Андреевича Новгородова, первого ученого-лингвиста, основоположника массовой национальной письменности, составителя и издателя первых якутских учебников. В этот день традиционно проходят различные мероприятия, посвященные сохранению и развитию языков. Научены практические конференции, круглые столы, творческие конкурсы, лекции, семинары. На торжественном заседании общественности вручаются награды за сохранение и развитие родного языка. К тому же сегодня Всемирный день радио. Именно 13 февраля 2011 года Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла решение о ежегодном праздновании. В Якутии радиосигнал вещает уже около 90 лет. Коллектив якутского радио, который насчитывает около 40 человек, одним из первых поздравил наш корреспондент. Альбина Тарабукина полюбила радио еще ребенком. Пришла сюда работать, когда ей было около 25 лет. Тогда вместо цифровых дорожек звука работать приходилось с тяжелыми бобинами магнитных лент весом 8 килограммов. И вот уже 27 лет она трудится на радио в родной Якутии. Была очень сложная работа техники. Вот я говорила же, да, что были большие бобины, эти ленты крутились, да, и мы прямо стояли с ножницами, щипцами, маленькими, значит, как скотч лентами. То есть мы где-то там резали, где-то что-то соединяли, одно слово с другим, предложение с другим. Сегодня, по мнению Альбины Афанасьевны, технических возможностей у современных радиоведущих гораздо больше. А сейчас здорово, все на экране, в цифровом формате. И видишь, и слышишь, и все вот эти вот волны, они хоть несколько раз, ты можешь их возвращать, останавливать, монтировать. Сейчас все в радость. Все мы делаем очень оперативно, благодаря вот такой технике. Слава Богу, сейчас такое время настало. Иван Тарасов – представитель нового поколения ведущих. На радио всего около пяти лет. Ведет авторский проект «Живой звук». В его радиопередаче артисты и музыканты в прямом эфире поют песни и общаются со слушателями. Автор проекта уверяет, у современных специалистов радиовещания свои трудности. Во-первых, мы общаемся очень много по телефону с нашими слушателями. Надо быть сдержанным, надо быть культурным. И самое главное, когда сидишь за пультом, надо знать пульт. Ну, допустим, банально вовремя отключить микрофон. Радио на родном языке вещает по всей территории республики и даже в самых отдаленных местах. А благодаря всемирной паутине якутское радио доступно всей стране и даже за рубежом. Александр Зубехин, Владимир Павлов, Якутск. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова